Музыка Здравствуйте, третий микрофон. Ну вот честно, в первый раз в жизни хочется ошибиться и публично, со вздохом облегчения признаться. Так мол и так, ошиблись, использовали свое священное право на ошибку, готовы признать ей и Богу. Гора с плеч, но увы, увы, нет никакой врачебной ошибки в политической диагностике текущего момента. Предательство, как и было сказано. Ну и совсем немного кое-чего еще. Предательство и контрабанда, их не разделишь ни с кем. Предательство и контрабанда, никаких там с кем. Мы хоть и с оговорками, но искренне рассчитывали, что принятая на прошлой неделе почти полным консенсусом парламента декларация по ситуации вокруг Приднестровья, с ее абсолютным миролюбивым посылом и, на наш взгляд, совершенно читаемыми техническими, технологическими подробностями, если угодно, политическими инструкциями, вроде невозможности предпринимать односторонние действия или недопустимости установления границ внутри страны, с какой бы стороны они ни исходили. Так вот, мы надеялись, что этот документ, который поддержали все партии и правящие коалиции, во-первых, остановит милитаристскую истерию, а во-вторых, в какой-то мере остепенит власть в ее очевидных интенциях именно что установить под Днестру пограничный кордон. Парламент констатирует, что односторонние действия любого характера, от кого бы они ни исходили, в том числе и призванные узаконить установление любых границ в пределах территории суверенного государства Республика Молдова, способствуют подрыву процесса урегулирования, эскалации напряженности и попранию существующих механизмов урегулирования, препятствованию деятельности группы военных наблюдателей, нарушают существующую систему миротворчества и процесс урегулирования. Частично эта декларация достигла своей цели. Во всяком случае, из телевизора хотя бы на время эту заразу удалось вытравить. Людей на обоих берегах Днестра перестали пугать неизбежной войной, и атмосфера в стране нормализовалась, пусть и ненадолго. Ненадолго, поскольку подведомственные власти средства массового зомбирования, чтобы пипл не расслаблялся, тут же открыли второй информационный фронт, на этот раз на юге. Сюжет. Некая инициативная группа собрала 5000 подписей для проведения в автономии референдума по вопросу о выходе Гагаузи из состава Республики Молдова. Отчего бы не пошуметь. Не так круто и рейтингово, как опасность вооруженного конфликта на Днестре, но для поддержания грозовых ощущений и этого достаточно. И здесь каждый выступил со своей традиционной арией. Например, Юрий Лянко ни на йоту не отступил от того наследия, которое досталось ему от предшественника. Он, не поверите, ну вот честно-честно, тоже узнал об этом случае из прессы. Все очень серьезно, когда теоретически есть риск для целостности и независимости Республики Молдова. Но я подозреваю, что инициатива некой группы, которая преследует неопределенные цели, не имеет ничего общего с планами и желаниями большинства граждан Молдовы, в том числе и жителей Гагаузской автономии. По всей видимости, это уникальный случай в истории государственного менеджмента. Первые лица государства узнают обо всех сколько-нибудь значимых, а в особенности скандальных событиях, исключительно из прессы. Думаю, это не столько характеризует прессу, сколько саму власть, которая прикрывает этой формулировкой иной раз собственную слабость и не профессионализм, а иной банальную ложь. Вспомним, Филат, по его словам, узнал из прессы о скандальной сделке Виталия Маринуцы по продаже оружия Армении. Хотя этот вопрос до того получил положительную санкцию правительства под его Филата руководством. Позже упомянутый Филат узнал из прессы, якобы, о смерти на охоте в Педуре-Домняске, хотя его, безусловно, об этом информировали. Теперь вот эстафетную палочку Коха из рук бывшего патрона подхватывает Лянка. Каковой Лянка, кстати, почему-то не поверил многочисленным публикациям в прессе о страшной коррупции в правительстве. А попал на премьерский пост и, цитирую, с удивлением обнаружил скрытые интересы. Как будто до сих пор он служил в каком-то другом правительстве, а не в том, что было отправлено в отставку именно за коррупцию. Ну, в общем, и в случае с гагаузским плебисцитом выдержал хоть идиотскую, но для этой власти вполне органичную стилистику. В своем репертуаре был и гражданин Тимофти, которого пресса, а точнее пресс-секретарь, вполне адекватно заменяет. Тот, как и в случае с Приднестровьем, оперативно обнаружил в Гагаузии очередной заговор. Малайзия, Уганда и другие государства хотят сближения с Молдовой, а группа людей, которые не знают, чего хотят, определенно хотят чего-то плохого. Если это правда, то речь идет о дестабилизации ситуации в стране, то, чего желают враги европейского вектора развития Молдовы. Да что же это такое? Ну какая нахер Уганда? Какая Малайзия? Что же их европейцев-то наших всех куда-то заносит в Азию с Африкой и с Латинской Америкой в придачу? Вот как сейчас помню Гимпу, зашла речь о Гагаузах, он ни к селу Колоницын, ни к городу Кишинева вдруг заговорил почему-то о Бразилии. Этот пошел еще дальше по глобусу, до Уганды добрался. Они как себе представляют один из регионов республики Молдова и его жителей. С такими представлениями точно на какой-нибудь пальме сидеть и там, не слезая, проходить тест на государственность Малайзии. И что это за постановка вопроса? Куда еще Гагаузии сближаться с Молдовой, если это и есть Молдова? Вот такая, разная, многонациональная, многоязыкая, к огромному удивлению некоторых наших правителей, не сплошь состоящая из румын. Знакомьтесь, это ваша родина, ребята, состоящая из граждан, а не из врагов и заговорщиков. И вообще, не многовато ли в последнее время у нас образовалось врагов? То и дело слышишь об этом из уст представителей власти. Кругом враги. Враги реформ, враги европейского курса, враги этой власти, враги альянса. А не проще ли предположить, что эти реформы и европейский курс, именно они в исполнении альянса, враждебны подавляющему большинству населения республики Молдова? И для того, чтобы убедиться в этом, необходимо всего лишь дать народу законное право участвовать в референдуме по определению внешнеполитического курса республики Молдова или, если угодно, по отношению к действующей власти. Какового законного права вы, господа, народ лишили. Так что не надо валить с вашей больной головы на нашу здоровую. Как там пел Шевчук, нечего, падла, народ баламутить. Когда слышишь об очередном, раскрытом, каким-нибудь тимофтий вражеском заговоре, так и тянет слегка перефразировать Сергея Довлатова. Заговор, безусловно, существует, но в нем участвует все взрослое население республики Молдова. Субтитры делал DimaTorzok Вот в чем действительно сложно не согласиться, ну, аккуратно, чтобы не законтачиться с гражданином Тимофтий, так это в том, что кто-то действительно сильно хочет дестабилизировать обстановку в республике Молдова. И, в общем-то, известно кто. Кому принадлежат телевизионные каналы, которые, сломав зубы о декларацию парламента по Приднестровью, принялись раскачивать резервную тему, якобы угрожающего целостности Молдовы, гагаузского сепаратизма. В чьих интересах действовали кто? Те, кто собрал 5000 подписей в пользу проведения этого референдума. Я сейчас не про теорию заговоров, а про то будем считать авторитетное мнение, которое высказал либерал-демократ, гагауз по национальности Петр Влах. Подписи собирались путем обмана, потому что есть часть людей, которые были куплены в народном собрании одной из партий. Им сейчас надо просто отчитаться перед хозяином, отчитаться перед своим избирателем, что они заговоровский народ. Поэтому они просто будоражили людей, продолжают будоражить в таможенном союзе, вступление в Евразийский союз. И я думаю, что на этом фоне просто собирались какие-то подписи, которые просто в конце сбора 5000 подписей, если они есть, просто объявили о том, что это подси собраны для выхода из состава Республики Молдова. Понятно ведь, о ком идет речь, да? Назвать его имя так же, как Филат. В свое время Петр Влах не может, кодекс коалиции не велит. Но ведь узнаваемый образ. Кто еще у нас людей, депутатов скупает? Кто он наш? Себастьян Перейро? Рабовладелец? Торговец черным деревом? Ну да, да, он, он! Так и проступает сквозь текст Петра Влаха знаменитая ухмылочка кукловода. Это его худые черти бермодят воду во пруду. Впрочем, обойдемся без излишней демонизации данного персонажа. Они все там друг друга стоят. У них там, выражаясь по-польски, в колисьон. Все, все хороши. Я к тому, что, безусловно, позитивная декларация парламента по Приднестровью пока не приводит к долгосрочным положительным результатам. Вот уже специальную комиссию по разработке парламентского постановления о ситуации в Приднестровье в развитии этой декларации сформировали с трудом, со скрипом. Пришлось напоминать, настаивать. Хотя это должно было произойти как бы автоматически. И сделали это коллеги из коалиции очень нехотя и через не могу. По всему видно, им эту тему развивать очень не хочется. По одной простой причине. Превращать декларацию парламента, которую от них требовали, по всей видимости, какие-нибудь европейцы, в постановление, документ обязательный к выполнению, они не хотят, не желают. Поскольку, если постановление будет по своему содержанию соответствовать декларации, а иного, по идее, и быть не может, то они его попросту не смогут выполнить. А знаете почему? Да потому, что процесс установления кишиневскими властями фактической границы по Днестру, то есть внутри страны, идет полным ходом. То, что мы должны сделать, это контролировать волну миграции. И были приняты решения, решения уже действуют, решения, которые оценены нашими коллегами из Еврокомиссии. Ну вот видите, какая изворотливость. Мы, мол, с наилучшими намерениями, чтобы как-то контролировать волну миграции, а не, боже упаси, устанавливать взамен административной границы государственную. А не верите, так вот вам для контраста, пожалуйста, куда более радикальный вариант ГИМПу, который прямо-таки требует установления по Днестру настоящей государственной границы. Впрочем, ГИМПу хоть и выглядит чуть более радикальным на словах, но в сущности, что у коалиции и ее европартнеров на уме, у ГИМПу на языке. Подписание этого соглашения, еще раз повторяю, означает контроль над товарами и людьми, которые пересекают восточную границу, то есть границу с Украиной. Тогда возникает вопрос, как мы обеспечим этот контроль, если не контролируем территорию на левом берегу Днестра, включая границу с Украиной. Как мы можем обеспечить и как мы можем убедить Европейский Союз, поскольку Европейский Союз не допускает, чтобы через Республику Молдову, после предоставления ими свободного передвижения граждан через их территорию, чтобы через нашу территорию вывозили товары из России и всей Азии. В чем, собственно, противоречие между тем, что говорит ГИМПу и тем, что заявляет, к примеру, Юрий Лянко? В том, что ГИМПу предлагают установить еще и таможенные посты, а не только типа миграционные, я рассказывал неделю назад и могу еще раз напомнить, на закрытых слушаниях по Приднестровью, отвечая на вопрос о предназначении этих шести загадочных постов, Целый директор службы информации и безопасности Михаил Балан заявил, что их функция этих постов – борьба с контрабандой. Все депутаты слышали, есть истинограмма. А кто у нас борется с контрабандой? Правильно, таможня. Вот и Дьяков заявляет о том, что функция этих постов – пресечь поток контрабанды. А он, Дьяков, видный представитель КПП, ему виднее. У нас много случаев контрабанды, переправки грузов через Днестр, поэтому должен осуществляться учет. Кто занимается контрабандой? Разве не граждане? Должен существовать контроль. Вы же не хотите покупать контрабандные товары? И вообще, когда уже есть посты, долго ли умеючи добавить к ним еще одну функцию? В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ну, знаете, как в советском анекдоте о женской общаге. Вопрос армянскому радио. Сколько стоит превратить женскую общагу в публичный дом? Ответ. Две копейки. Позвонить по автомату и сказать. Девчонки, нас легализовали. Здесь примерно та же цена вопроса. Так что, никакого тут антагонизма нет. Разве что стилистический. Гимпу говорит в своей манере, не приемлющей особого политеса. А дипломаты, вроде Лянкой, подчеркнуто аккуратные в терминологии. Ах, видите ли, это не таможня, а всего лишь миграционный пункт. В терминологии разница, а не в сути. Это называется, ну, знаете, подсластить пилюлю, завернуть кусок дерьма в красивую обертку и сказать всем, что это сладкая конфета. А я вам вот что скажу. Совершенно не важно, в какой обертке они нам пытаются продать эту подлую затею. Весь спектр официальных объяснений, от борьбы с контрабандой и незаконной миграцией, до требования Евросоюза установить контроль над границами, над границами не стоит и выеденного яйца перед простой и страшной констатацией. Кишинев сам своими руками легитимизирует буквальный распил страны аккуратненько по Днестру. На этот раз с подачей и под поощрительные аплодисменты европейских партнеров по деградации, официально по развитию. Европейским партнерам по деградации, проинвестировавшим в деградацию Молдовы сотни миллионов евро за последние 4 года, жизненно необходимо дотянуть эту власть до ноября, до Вильнюса и посадить страну на такую цепь длиной аж до Бухареста, чтобы она уже с нее никуда не сорвалась и только дрессирована лаяла с тоскливым видом куда-нибудь в сторону Москвы. И с этой точки зрения, диаметрально противоположно ориентированное Приднестровье не совпадает с планами партнеров по деградации Молдовы, равно как и местной власти, обеспечивающей деградацию, и становится объективным препятствием для успеха Вильнюсского сговора. После того, как ЛДПМ и Демпартия проявили в пятницу недопустимую мягкость, проголосовав с ПКРМ за взвешенную декларацию по Приднестровью, озверевшие европейцы бросают на Приднестровский фронт тяжелую артиллерию. ГИМПу знает, как разделить Молдову. ГИМПу хочет разделить Молдову. Разделить Поднестру на плохое Приднестровье и европейскую Бессарабию. Европейский взгляд на будущее Молдовы, в конце концов, дорос до идей ГИМПу, а сам ГИМПу дождался исполнения своей исторической миссии. Мы уже предупреждали, что все так называемые таможенные посты и пункты паспортного контроля, установленные молдавским правительством за европейские деньги, будут сметены. Берлинской стены с Приднестровьем не будет. Ну тут, знаете, особо и разбираться не в чем, поскольку фигуранты то и дело прокалываются, выдавая скрытые планы правления. Вот смотрите, глава пограничной полиции господин Пулич заявил, что уже формируются мобильные объединенные группы из сотрудников. Внимание! Пограничной полиции, таможни и миграционного бюро. Эти объединенные экипажи будут патрулировать вокруг зоны безопасности, заявил он. Скажите, пограничная полиция и таможня действуют разве не на границах? Не на государственных границах? Замминистра внутренних дел, некий Урсаки Думитру, прямо заявил у нас на заседании парламентской комиссии. Как только эти шесть постов будут оснащены техникой и получат доступ к базе данных регистру, они тут же начнут тотальный шмон всех граждан, пересекающих Днестр. Всех! В обязательном порядке. А не так, как нам рассказывали на закрытом заседании парламента. Мол, эти посты всего лишь для того, чтобы обеспечить регистрацию тех иностранцев, которые попадают в Молдову через территорию Приднестровья. И, мол, дело это будет сугубо добровольным. Это сделали для иностранцев, которые въезжают в Молдову из Украины через Приднестровский регион, а не для жителей Приднестровья, у которых другие паспорта. Регистрация в тех окошках не будет обязательной. Там будет информационное панно. Будет указано, когда этот порядок вступит в силу. Это бесплатная услуга. Забавный момент. О добровольном характере регистрации на этих пунктах вдоль Днестра нам на закрытом заседании парламента рассказывал в том числе непосредственный начальник господина Урсаки, министр внутренних дел Дарин Ричан. Мы на комиссии говорим Урсаки. Слушайте, господин замминистра, ваш начальник Ричан заявил, что регистрация на этих КПП будет добровольной. А он нам. Вы откуда знаете, что заявлял Ричан? Так вот, оказывается, не добровольное, а обязательное. Бить правительство собирается рублем. Ну или, если быть точнее, леем. В правительстве уже разработан и передан в парламент законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Недекларирование в компетентных органах иностранными гражданами и апатридами в установленный законодательством срок о факте выезда на территорию Республики Молдова через участок молдо-украинской границы, неконтролируемой молдавскими властями, наказывается штрафом в размере от 10 до 20 условных единиц. По настоянию правительства Лянка этот законопроект носит приоритетный характер и должен быть принят парламентом очень быстро, в рекордные сроки. Собственно, для того, чтобы представить его в нашу парламентскую комиссию и явился замминистра внутренних дел Урсаки. Внешне все выглядит вроде бы пристойно. Проник иностранец на территорию Молдовы через Приднестровье, не зарегистрировался, будь добр, плати штраф. Ну вот в чем заковыка. У десятков тысяч, если не сотен тысяч, жителей Приднестровья, априори граждан Молдовы, нет молдавских паспортов. Зато из паспорта Украины, России. На прямой вопрос депутата Александра Петкова. Должна ли будет тетя Маша, имеющая только гражданство Украины, возвращаться в свою родную Незавертайловку, где постоянно проживает? Что она должна сделать для того, чтобы не подпасть под действие этой законодательной инициативы? Под этот штраф последовал ответ ответственного чиновника из правительства Лянкой, заместителя министра внутренних дел. Вот что должна сделать тетя Маша. Приехать на правый берег и зарегистрироваться в законных органах Республики Молдова. Вот так. А если несчастная эта тетя Маша не совершит этот для себя умопомрачительный вояж, то она будет платить штраф от 10 до 20 УЕ. Но ведь дело даже не в этих деньгах, а в том, что любой житель Приднестровья, не обладающий молдавским паспортом, будет приравнен Кишиневым к иностранцу или Апатриду. Это ли не признак установления границы по Днестру? И когда говорят, что мол не передергивайте в тексте этого законопроекта, нет ни слова о жителях Приднестровья, возникает законный вопрос. А их что, как-то по форме черепа будут определять и отделять от настоящих иностранцев? Или может по какому-то особому выражению глаз? И вообще не странно ли, что задачу укрепления границы с Украиной молдавская сторона решает на Днестре, глубоко на собственной территории? Это вместо того, чтобы продемонстрировать дипломатические способности свои знаменитые, утрясти этот вопрос с украинской стороной, прибегнуть к помощи европейской пограничной миссии ЕУБАМ, молдавские власти попросту превращают Днестр в пограничную реку, чем полностью выполняют указ Евгения Шевчука о государственной границе, примерно по тому же фарватеру. И о чем там интересно болтали по телефону Филат с Шевчуком в день рождения последнего, 22 июня, в самый разгар информационной истерии вокруг ситуации в Приднестровье? Очень подозрительная синхронизация. Эти европейцы предлагают 6 постов поставить. Эти начинают копошиться, никого ничего не спрашивая, ни МИД, ни правительство не вошли ни в парламент, никуда. Начинают устанавливать вроде как бы эти уже посты де-факто. Эти прединструкции принимают одновременно с этим декрет о том, что объявляют чуть ли не все уже свои территории, как бы обозначая свои границы и так далее. И у меня здесь вопрос, а почему такая синхронизация? К слову, Евгений Шевчук провел на этой неделе встречу с сопредседателем Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Сергеем Беляковым. И тот доложил ему, что Молдова фактически уже запустила 5 миграционных постов из планируемых 6, что сотрудники этих постов пока в гражданской одежде ведут учет практически всех граждан, останавливают транспорт, предлагают всем без исключения пройти регистрацию, что это вызывает волнение у граждан, что граждане обращаются с жалобами к военным наблюдателям и так далее. Вывод Шевчука, как представляется, исполненный чувство глубокого удовлетворения. За стороны Молдовы идет формирование полноценной государственной границы. Даже если бы кто приплатил Кишиневу за такие подачи, которые в Тирасполе моментально обращают в безусловное доказательство правильности выбранного курса на независимость, на укрепление границ, на повышение обороноспособности региона, и то лучше, а вернее хуже бы не вышло. А может и вправду кто-то приплатил, а? У нынешнего этапа раскола и развода довольно-таки известные спонсоры из числа тех, кто оформлял расторжение государственного брака между Сербией и Косово, например. Давайте мы будем говорить о том, а может быть они и подготовлены, но подготовлены с другой целью, с другим интересом. Может быть эта интенсификация и вот этот сейчас пожар, который они хотят зажечь на Приднестровском, так сказать, рубеже, на вопросы нашей реинтеграции, может быть иметь далеко идущий и давно задуманный сценарий, далеко идущий план. Давно задуманный сценарий, далеко идущий план. Давайте будем смотреть на эти вещи. Почему не говорить о том, что они хотят идти по сценарию, например, Кипра? Вот, опять возвращаясь к тому же Вильнюсу и так далее. А почему не думать о других сценариях, которые в их бредовых головах существуют и рождаются? А для этого, чтобы эти спички зажечь и чтобы эти сценарии начали у них работать, вот они и придумают конфликт на зоне, на Днестре, чтобы был конфликт, чтобы через конфликтную ситуацию и потом найдется какой-то миротворец из Европы, приедет сюда и начнут вы, ребята, давайте сидеть за стол, давайте, да, вы уже так разругались, что вам уже вместе нельзя жить в одной семье. Ну, посмотрите. Договор о зоне свободной торговли с ЕС, который планируется то ли подписать, то ли парафировать в Вильнюсе. Приднестровье в этом договоре точно участвовать не будет, но Кишинев прет в этот договор, не зря, думаю, засекреченный, как слепая лошадь. Это ли не признание того, что молдавские власти добровольно, осознанно отрезают часть собственной деюра территории от прав и обязанностей, прописанных в данном договоре. Вот тогда-то, думаю, КПП, устанавливаемое на Днестре, пополнится еще и таможенной функцией. Да что так глубоко копать, чуть ли не ежедневно Кишинев широким жестом бендеровского сеятеля разбрасывает поводы Тирасполю вообще не вести никаких переговоров. Только из последнего, 28 июня, унионисты жгут у российского посольства портрета Рогозина, к которому у жителей Приднестровья особое отношение. Характерно, что власти вообще никак ни словом, ни делом не реагируют на эту языческую варварскую выходку, а ее участники вечером того же дня не дают показания в полиции, а водят хороводы вокруг ритуального камня Гимпу. 28 июня, в день освобождения от румынской оккупации, в день, когда в 1940 году были заложены юридические основы нынешнего независимого молдавского государства, часть депутатского корпуса вставанием отметила эту дату в качестве траурной, в качестве дня начала буквально советской оккупации, но совершенно в духе печально знаменитого указа Гимпу, хоть и признанного неконституционным, но оставшимся на повестке дня нынешнего руководства страны. Страны, которой без так называемой советской оккупации сегодня бы просто не было, и им просто нечем было бы столь безответственно и бездарно руководить. На этих кадрах хорошо видно, что эту дату в качестве траурной отмечают торжественным вставанием в том числе руководители парламента Игорь Корман и Адриан Канду, представляющие вроде бы как центристскую и дружащую с Россией демократическую партию. Нужно ли еще хоть что-то, даже не руководителям, а простым жителям Приднестровья, чтобы лишний раз убедиться? С этими, которые считают освобождение оккупацией, нам точно не по пути. А этот прекрасный договор о военном сотрудничестве между Молдовой и Румынией – это прям в масть. От этого договора, предполагающего возможность бессрочного пребывания на территории Молдовы, обожаемых в Приднестровье румынских войск, в любом жителе региона тут же начинается неистребимый реинтеграционный зуд. Вы предусматриваете создание совместных командований, возможность Румыния контролировать воздушное пространство Молдовы, обмен информациями военными, создание совместных батальонов, совместное участие по управлению кризисами. Вы создаете совместную смешанную комиссию военную, куда закладывается возможность входить в представителям всех спецслужб соседнего государства. Большая часть соглашения посвящена военным учениям, и это она же и главная часть. Под прикрытием военных учений, в случае необходимости, в случае вооруженного конфликта на Днестре, кому-то необходимо обеспечить законность нахождения румынских вооруженных сил на территории Молдовы. Поэтому не прописаны сроки учений. Поэтому румынской стороне предоставляются практически неограниченные права. Возможность, не надо там топать и хлопать, слушайте. Возможность использования дорог, воздушного пространства, строительства собственной инфраструктуры. Ну вот почему именно сейчас, почему именно сегодня коалиция и так приспичила ратифицировать этот договор, подписанный еще в 2012-м. Да потому что именно сейчас он идеально вписывается в общий контекст нагнетания напряженности вокруг Приднестровья. И Тирасполь моментально принимает эту адресную подачу. Глава внешнеполитического ведомства региона Нина Штанский публикует на своей странице в фейсбуке эту новость с кратким, но емким комментарием. Вот вам и нейтралитет Республики Молдова. Ну что, нам не дано предугадать, чем наше эхо отзовется. Еще как дано. Именно на такую реакцию Тирасполя почти наверняка молдавские власти и рассчитывали. И делали это совершенно сознательно. Договор о военном сотрудничестве с Румынией валялся, повторюсь, на полке с 2012 года. И никто о нем особо не вспоминал. Этот документ появился на повестке дня парламента именно сегодня, когда виртуальное брецание оружием заполнило все информационное пространство. А представляющий договор министра обороны Маринутца еще на прошлой неделе заявлял о готовности отразить вооруженную агрессию из Приднестровья. Ну или, выражаясь дипломатическим языком данного документа, управлять кризисом. Им надо было сделать это именно сейчас. И они так торопились, что проголосовали за ратификацию этого договора, не имея парламентского кворума. То есть в зале заседаний после выхода фракции ПКРМ находилось менее чем 51 депутат. И это легко доказать. Но когда их это останавливало? Если есть цель, то не может быть препятствий. Они и президенты не имели никакого конституционного права избирать, однако же избрали. Из той же оперы, в том же контексте, ратификация договора об администрировании границы между Молдовой и Румынией. Этому договору вообще три года. Его при очень странных обстоятельствах для многих весьма неожиданно подписал в бытность свою премьером Филат и тогдашний министр иностранных дел Румынии Баконский. Странный, неполноценный состав подписантов, ставящий под сомнение правомощность данного договора. Бухарест, во всяком случае, его до сих пор не ратифицировал, а Михаил Гимп, у которого в те времена был ИО президента, Филата на данный шаг на подпись не уполномочивал. Я считаю, что парламент Республики Молдова не вправе ратифицировать этот договор, поскольку он неконституционен. Влад Филат в качестве премьер-министра не имел права подписывать этот документ. И чтобы вас обрадовать, как только вы за него проголосуете, я обращусь в Конституционный суд. Спасибо, Ибуназио. Ссылки Анны Гуцу на то, что граница между Молдовой и Румынией была определена международными договорами, которые заключал с Румынией бывший СССР, вызывают не только забавные подозрения в том, что клятая унионистка Анна Гуца является скрытым патриотом Советского Союза. Но и легко уличить их в банальной лжи. Украина тоже была частью Советского Союза, однако у нее есть и договор о границе, и базовый политический договор с Румынией. Подписать аналогичные документы с Молдовой, значит признать ее как полноценное, независимое и суверенное, а не второе румынское государство. Признать факт наличия настоящей, а не бутафорской границы. Она такое, ни Бухарест, ни нынешняя Кишиневская власть пойти, разумеется, не могут. Ну а что вы хотите, они же в массе своей граждане одного и не молдавского государства. Действительно, есть у парадокс в зиму сегодня. Если вы назвали другие страны, которые не знают фронтиру, но так, тратат, я вам скажу в вашу руку. Не вы назвали. И не уникальный парадокс в нашей стране. Номали другие страны, где, коллаборатурой полиции на фронтиру, тратят на алстат, что винила лукру на алстат. Я вон у меня царя Молдова. Он и коллаборатору сервичеву вамал, тратят на бухарест, что винил кахулся лукрезы. Он и полиции, тратят на голос, что лукрезы не заживаешь. Купорир, дело ваше есть. Вот так, с чем вас, приятен. Они борются, де-факт, че, че не пропуне новости, сонумеется измен на родине. Че не ваппендру пашапорт румын. Че не ваппендру, че татсанья румыняска, алтой стад. Да что там таможенники? У нас все члены Конституционного суда, граждане Румынии, 6 из 6. Все. Чертте сколько членов правительства, депутатов, коалиции, подозреваю, что абсолютное большинство. Чего от них еще ждать? Для них какой-нибудь васлуй, куда ближе, роднее и понятнее, чем Террасполь и Дубосары, а возможно даже, чем Камрат и Бельцы. Что ж, в чем уж точно нельзя упрекнуть нынешние власти, так это в отсутствии последовательности в действиях. Говорю же, они как зашоренные кони прут через прут. Можно сказать, что этим голосованием, отменяющим необходимость подписывать договор о границе с Бухарестом, был завершен процесс, начатый еще без малого 4 года назад Филатом, который символически, собственноручно убрал колючую проволоку с молдавско-румынской границы. В итоге мы имеем следующую и парадоксальную лишь на первый взгляд ситуацию. Внешняя граница по пруту становится все условнее, а внутренняя граница по Днестру все реальнее. Филат снял колючую проволоку вдоль прута только для того, чтобы Лянка перенес ее на Днестр. Что-то мне подсказывает, что новый премьер, равно как и его подельники, Евгений Карпов, Наталья Герман и Валерий Лазар, уже не отделаются одним лишь хлопушечным приговором Конституционного суда. Готовящаяся ими вильнюсская сделка тянет на половину статей Уголовного кодекса Молдовы. Но одна лишь 337-я статья «Измена Родине» обещает этим господам срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Ну и к слову об ответственности, в том числе уголовной, ну или хотя бы моральной. Министра обороны с почти узаконенным статусом министра войны Виталия Маринутцу следовало бы отправить в отставку еще на прошлой неделе за милитаристские высказывания, наделавшие столько шума. Но Маринутца не угоманивается, подбрасывая все новые и новые поводы требовать отставки. За месяц в армии два трупа, два повешенных, молодые солдаты, причем второй случай пытались скрыть, по сути, под урядомняска два. За это никто не должен ответить, никто не должен быть наказан. Оказывается, нет, поскольку даже такие вопиющие случаи, которые в любой другой стране вызвали бы грандиозный скандал и моментально привели бы к череде громких отставок, не могут иметь никаких оргвыводов в условиях правящей коалиции, по соглашению о создании которой премьер-министр не может снять ни одного из министров, даже если очень хочет, без согласия той партии, которая этого министра делегировала на этот пост. Больше того, даже критика строго-настрого запрещена, потому Маринуца не только не пакует чемоданы, не только не присматривает сук покрепче неподалеку от того места, где повесился молодой военнослужащий, но, напротив, не вылезает из телевизоров и глянцевых журналов, где отвечает вовсе не на вопросы, как ему удалось сформировать такую атмосферу в армии, что люди там вешаются один за другим. Боже упаси, он рассуждает на политические темы и признается, вот уж смехи грек самым стильным политикам Молдовы. Он знает, что ему ничего не угрожает, поскольку круговая порука, возведенная в ранг единственного закона, по которому функционирует коалиция, не позволяет уволить его даже в том случае, если бы он собственноручно затянул петлю на шее бедных солдатиков. Круговая порука не позволяет правящей коалиции не то что выгнать с позором, а даже заслушать министра просвещения Майю Санду в связи со скандальными результатами сдачи бакалавриата. 42%, практически половина лицеистов не сдали бак. Они что, все идиоты? Все тупицы? Я очень далек от этой мысли. Скорее, все эти определения можно отнести к Министерству просвещения и его работникам. Это провал действующей системы образования. Чему вы их там в этих лицеях учили? По каким программам? По каким учебникам? При помощи каких педагогических кадров? Подобный результат сдачи экзаменов приговор не столько ученикам и их знаниям, сколько Министерству. Майя, садись, двойка. Мы требуем от Министерства образования прекратить гестаповские методы, прекратить издеваться над детьми, над выпускниками. 42% не сдали экзамены. Разве это вина детей? Фракция партии коммунистов выражает уверенность в том, что сегодня госпожа Майя Санду, которая, как мы видели, присутствовала на заседании коалиции, выражаем уверенность в том, что она сегодня пришла именно с тем, чтобы дать свое заявление об отставке. Занятная арифметика. Чем больше оптимизируется школ, тем выше процент не сдавших экзамен по БАКу. Здесь может быть и иная извращенная логика. Такой удручающий процент вполне явится дополнительным поводом и дальше закрывать школы, как неэффективные, чтобы остались одни только эффективные. От них, от этих людей всего можно ожидать. Очевидно одно, Министерство так увлеклось закрытием школ, что совершенно запустило образовательный процесс. Нам уже подбрасывают, мол, результаты такие объективные, поскольку ученикам впервые не дали списать. Наставили камер, поставили полицейских, сами знаете. А откуда тогда гуляющая по социальным сетям информация о том, что от полутора до трех тысяч евро стоит успешная переэкзаменовка? А вы не пробовали сдавать экзамены в условиях тотальной слежки и полицейского шмона? Тут и взрослая психика не выдержит, не то что неустойчивая детская. И знал, забудешь, сколько детских истерик было после того, как были обнародованы результаты, а сайт Министерства не открывался на протяжении почти шести часов. Но, повторюсь, даже если это относительно объективный результат, это приговор действующей системе образования, которой управляет Министерство во главе с Майей Санду, которая и должна понести ответственность за провал и развал этой системы. И что? Вначале парламент голосует за то, чтобы заслушать министра просвещения, но потом передумывает. Майя же Санду заявила, что в отставку не уйдет. Точка. Вопрос. А как это обычно происходит в Европе? В данном случае неуместен, поскольку сама Европа сегодня так заинтересована в том, чтобы дотянуть эту власть до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, что закроет глаза даже в том случае, если они будут на завтрак пить кровь проваливших бак лицеистов и задушенных солдат. Тем более, что альтернатива территориальному расколу, беззаконию, экономической деградации, неизбежной в случае подписания договора о свободной торговле с ЕС, все более очевидна и все более привлекательна в молдавском обществе. Таможенный и грядущий за ним Евразийский союз, первая презентация которого прошла в Кишиневе. Убедительные цифры, убедительный 170-миллионный рынок, на котором молдавские товары все еще привычны и ожидаемы, и который мы, кстати, вполне можем потерять, если подпишем договор о свободной торговле с ЕС, где наших товаров никто, увы, не ждет. Но если вы открываете полностью свой рынок для евразийских товаров, я в сфере внешнеэкономической связи более 40 лет, поэтому я знаю, о чем я говорю, то бывает такая ситуация, что есть товары, которые не очень из Европы напрямую идут, в том числе в Российскую операцию. Будет желание просить товаров в Молдавию, и тогда они пойдут в режиме свободной торговли из Молдавии. Не будет этого. Мы будем защищаться. А с дальнейшим развитием Евразийского союза возникнут у нас неизбежные проблемы с гастарбайтерами, которые высылают сегодня ежегодно из России порядка миллиарда двухсот миллионов долларов, что сопоставимо с объемом годового товарооборота между двумя странами, где главную позицию занимает импортируемый газ. И это все прагматичные экономические аргументы, а хочется затронуть эмоционально-политический аргумент. Приднестровье, как известно, ориентировано не на европейский, а на евразийский союз. И у Кишинева, если бы он проводил ответственную политику, направленную на реинтеграцию, а не на окончательный территориальный раскол, и вариантов как будто бы не остается. Семья – это когда смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Нынешнее положение, в котором находится Республика Молдова, успешно развивающаяся евразийская интеграция, является мощным и, пожалуй, единственным возможным для быстрого восстановления экономического потенциала, трудовых ресурсов и, самое главное, государственной независимости и государственной целостности. Таможенный союз и создавшийся Евразийский союз дают Молдове шанс на спасение, шанс на воссоединение страны, на сохранение своей государственности, на экономическое и социальное процветание молдавского народа. Кстати, на этом круглом столе присутствовал представитель власти, замминистра экономики Калмык. Так он, на что-то обидевшись, демонстративно оттуда ушел, но успел перед этим заявить, что курс на европейскую интеграцию, на соглашение о свободной торговле, является для Кишинева необратимым. И вот эта мантра о необратимости европейской интеграции, это вообще о чем? Какое отношение это имеет к нашим властям, где нельзя отправить в отставку ни одного министра, где в разгар политического кризиса происходит рейдерский захват очередного банка, где под угрозой рейдерского захвата оказались Маркулежский и Кишиневский аэропорты. Это все в самое последнее время, когда рейдеры и коррупционеры за соглашением о коалиции и за спинами еврочиновников чувствуют себя, как за каменной стеной. Где, наконец, оппозиция слышит от представителей демократической и проевропейской власти буквально следующее. Чтобы не пришлось выключать микрофон, не включайте его, и все будет хорошо. Так что же в них, в рейдерах, контрабандистах, коррупционерах, дилетантах, предателях, возводящих границы внутри страны такого необратимо европейского? Ну разве что это? В целом ряде отчетов, европейских отчетов в заслугу нынешней власти поставлено принятие антидискриминационного закона и проведение в Кишиневе, ура-ура, первого гей-парада. Теперь вот ПАСЭ в развитии этой темы настоятельно рекомендует, ну фактически приказывает представителям нынешней кишиневской власти самим участвовать в гей-парадах. И вот это, наконец, адекватно. Во-первых, что есть их отношения между собой, как нелюбовь с извращениями? Во-вторых, теперь все окончательно понятно. Понятно, почему у либералов на эмблеме голубой партийный цвет и явно однополые человечки, держащиеся за руки. Ясно и почему ЛДПМ, так созвучно ЛГБТ. Ну, а пиде и есть пиде. Мы вам честно сказать хотим, На девчонок мы больше не глядим, Они всю жизнь нам разбивают сердца, От них мучения нам без конца. Ну и чтобы быть объективным, Сравнение с нашей нынешней властью Скорее оскорбляет Просвещенное гей-сообщество. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова